На сцене и за кулисами. Программа о фестивалях, конкурсах и премьерах. Авторский взгляд Людмилы Кирилловой на происходящие события. Сегодня мы обратимся к событию, которое привлекло внимание нескольких тысяч любителей музыки России. И не только России. Этим событием стал завершившийся 16 ноября в Нижнем Новгороде 5-й Всероссийский открытый хоровой фестиваль имени Льва Севухина. В течение почти двух месяцев на сцене Большого зала Нижегородской консерватории имени Глинки звучала хоровая музыка, с которой в разнообразных фестивальных программах соседствовала и музыка вокальная, и оркестровая, и камерно-инструментальная. Об особенностях прошедшего фестиваля я попросила рассказать его художественного руководителя, президента консерватории Эдуарда Борисовича Фертельмейстера. Персоны, точка, приношение мастеру, так называется наш фестиваль под заголовок, это дань уважения Льву Севухину от людей, которые на сегодняшний день уже можно назвать яркими и интересными персонами в музыке и в обществе. Сегодня такое время, когда необходимо отдавать должное тем людям, которые стояли у истоков хоровой культуры нашего города. И если Лев Константинович является такой фигурой, то, наверное, имеет смысл о нем помнить и время от времени напоминать новым поколениям, которые рождаются и живут в нашем городе. Это действительно некий новый аспект фестиваля, пятый раз его проведения. Персоны. Действительно, в этом фестивале представлены очень яркие музыкальные персоналии. Это и композиторы, которые приезжают к нам с авторскими вечерами, это и дирижеры-коровики, это и педагоги, связанные с этого рода деятельностью. Многие из них сочетают в себе и дирижеры, и композиторы. Собственно, Севухин был тоже, не только дирижер. Он очень неплохо писал, был членом Союза композиторов. География фестиваля разная. В основном это Россия, но есть гости из Канады, есть гости из Соединенных Штатов, из Европы. Они принимают разовое участие в одном из концертных фестиваля. Мы не хотели заявлять фестиваль как международный, поэтому мы написали открытый в связи с тем, что появились люди, которые приезжают к нам из-за рубежа, и мы с удовольствием их принимаем. Из 16 концертов фестиваля 14 прошли с аншлагом, или, если можно так сказать, с переаншлагом. Живой интерес публики вызывали и концерты с участием нижегородских российских хоров, и авторские концерты приглашенных композиторов. Послушаем фрагмент выступления гостя фестиваля. Включаем запись по трансляции. На сцене академический большой хор, мастера хорового пения, радио «Орфей». Художественный руководитель и главный дирижер, народный артист России, профессор Лев Кондорович. Петр Чайковский. Хвалите Господа с небес. Хвалите, хвалите Господа с небес. Хвалите, 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 хвалите Господа с небес. Хвалите, 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 хвалите. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Песня «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Льва Константиновича Сивухина называли «человеком эпохой». Народный артист России, он был мастером хорового искусства, дирижером, про которого говорили, что он владеет музыкальным гипнозом. Еще он был и талантливым педагогом. Лев Константинович воспитал не одно поколение профессиональных музыкантов. Одно время он был ректором Нижегородской консерватории, но главной его заботой и любовью была капелла «Мальчиков», где он знал по имени каждого ребенка. При жизни Льва Константиновича капелла стала уникальным учебным заведением, и выпускники капеллы также пламенели в искусстве, как некогда и их любимый учитель. Детскому хоровому пению в программе фестиваля, естественно, было уделено особое внимание, говорит Эдуард Вертельмейстер. Очень интересный концерт, фестиваль в рамках фестиваля. 16 ноября – День хоровой музыки в исполнении детей. Девять хоровых коллективов детских, из них три из других городов – из Москвы, из Барнаула и из Ярославля. И все наши наиболее яркие, наиболее интересные коллективы, в том числе и детище Севухина капеллы «Мальчиков», конечно же. Хор «Мальчиков» Нижегородской капеллы исполняет колыбельную Бенджамина Бриттона. «Мальчиков» 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 И вновь у микрофона художественный руководитель фестиваля. «Мальчиков» «Дело в том, что наша хоровая кафедра, наша консерватория и наше хоровое исполнительство во многом были инициированы и Ленинградской хоровой школы. И традиции и методика Ленинградской хоровой школы продолжаются в Нижнем Новгороде. Все сотрудники кафедры сегодняшней, с исключением одного-двух человек, являются его учениками. То есть школа продолжается в Санкт-Петербургской здесь. Не случайно начинается фестиваль санкт-петербургским автором. Прежде чем прозвучит интервью с композитором Сергеем Якимовым, послушаем одно из его хоровых сочинений. Рождественскую песенку исполняет камерный хор «Нижний Новгород» дирижер Иван Стольников. Санкт-Петербург 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 Сергей Якимов Сергей Якимов, Санкт-Петербургский композитор, дирижер, лауреат премии правительства Санкт-Петербурга, декан факультета композиции и дирижирования Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корского, профессор. Сергей Викторович, Вы впервые принимаете участие в этом хоровом фестивале? Да, в фестивале имени Севухина я принимаю участие впервые, вот действительно сразу так ответственно, так серьезно, на таком уровне, когда концерт открытия, как и концерт закрытия, это особые концерты всегда. Я очень благодарен не только Эдуарду Борисовичу за очень большой такой аванс, и, конечно, Иван Стольников, который взял на себя такую колоссальную организацию этого концерта, столько сил здесь задействовано, и хор консерватории, и хор Нижний Новгород, и струнный оркестр, и духовые инструменталисты из консерватории. Здесь даже играют заведующие кафедрами консерватории, и поют, и солисты. Я очень благодарен этой дружбе, именно поэтому, наверное, получаются вот такие колоссальные проекты. Первое отделение — это фактически экспресс-презентация альбома, который Иван Михайлович записал в прошлом сезоне, который называется «Господь назад не отпусти». Это моя хоровая музыка, причем в объеме 80 минут, начиная от православных песнопений, буквально еще в прошлом году написанных. На мой взгляд, это эталон. То есть вот можно взять ноты, послушать диск, и если у тебя есть хороший хор, то именно так это и надо исполнять. Иван Михайлович как-то очень чутко почувствовал, прочувствовал, да, как-то понял вот мое письмо, мое дыхание, наверное, мои настроения. Может быть, что-то, как он сам говорит, ему показалось очень близким в это. В общем, я ему очень благодарен, это здорово, и он очень профессионально это записал. Словом, программа очень разнообразная и духовная, получается, будет православная музыка, и светские сочинения, причем на тексты и Вознесенского, и Ахматова, и Цветаева, и Высоцкого, и Набокова. Прозвучит хор на стихи Анны Ахматовой. Сердце к сердцу неприковано, если хочешь уходить. Иван Михайлович как-то, если хочешь уходить. Иван Михайлович как-то, если хочешь уходить. Интересный автор, который будет представлен тоже с авторским концертом здесь, это Яков Дубравин. Тоже дирижер, хоровой, петербургский композитор известный. Он проведет свой авторский вечер, посвященный его 80-летию. Человек с неподражаемым чувством юмора, Яков Дубравин, краткий рассказ о себе начал так. Какой мой возраст? Знаете, вторая молодость приходит к тому, кто первую сберег. Психологически мой возраст значительно моложе, чем обозначен в паспорте. Я композитор в основном вокальный. Это и хоровые циклы, и кантаты, и просто вокальные циклы, и песен которых больше трехсот. Включаем запись по трансляции из Большого зала Нижегородской консерватории. Яков Дубравин. Слова Парусова. О России. Поэмы для смешанного хора без сопровождения. Туманы над крыльцом, и речка за селом, и тихий лес, что с детства манит у нас. Глядит вокруг звезда, Чуть слышно поезда, Колеса не стучат в полночный час. Глядит вокруг звезда, Колеса не стучат в полночный час. Композитор вспомнил о том, как он познакомился с Альбом Севухиным. Мне довелось с ним познакомиться в 80-х годах. Была такая творческая встреча в хоровом училище. До меня был такой Олег Николаевич Хромушин в гостях. Как-то он нас познакомил, и Лев Константинович пригласил меня. Это было замечательно, не забывая общение. Он ведь человек легендарный. Его имя произносится рядом с такими мэтрами хоровыми, как Свешников, Митревский, Севухин и так далее. Впервые концерты фестиваля имени Севухина транслировались в интернете. Поэтому за событиями в Нижегородской консерватории могли наблюдать не менее 10 тысяч зрителей. А число посетителей фестивальных концертов достигло 5 тысяч. Хоровой фестиваль не оставляли своим вниманием Нижегородское телевидение, городская пресса. Но хочется особо отметить творческую работу студентов кафедры музыкальной журналистики консерватории. В их традиционном радиожурнале были отражены самые яркие страницы хорового форума. И сейчас прозвучит всего лишь небольшой фрагмент одного из радиосюжетов, который подготовила студентка второго курса Анна Бабакина. В рамках пятого Всероссийского хорового фестиваля имени Севухина слушатели познакомились с исполнительским творчеством Академического хора Ростовской государственной консерватории имени Рахманинова. В блистательном исполнении коллектива прозвучал хоровой концерт Виталия Ходыша «Зорышки Зори» на стихи «Льва Мея». Уже более 50 лет хоры радуют своих слушателей профессиональным исполнением и разнообразием репертуара. Коллектив участвует во многих хоровых фестивалях, в том числе частый гость столицы. И на сцене нашей консерватории хор выступает уже не первый раз. И это не случайно. В апреле будет 10 лет, как мы приезжали с факультетским хором. И выступали мы в этом же зале прекрасном. Рассказал художественный руководитель хора, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Юрий Васильев. Я впервые оказался в Нижнем Новгороде лет 20 назад. И благодаря Льву Карнательцу Сигухину состоялась творческая встреча его камерного хора и нашего камерного хора в парке имени Кулибина. И после этого началась наша дружба. Исполнение русской народной песни «Коробейники» было настолько ярким и темпераментным, что слушатели долго рукоплескали и кричали «Браво!» Вот и пала ночь туманная, ждет удал и молодец. В счет идет моя желанная продает товар купец, знает только ночь глубокая, как повладили они. Два авторских вечера будут посвящены 70-летию Ефрему Поддайцев. А вот фрагмент вступительного слова к авторскому вечеру Ефрема Поддайца, который произнес ректор Нижегородской консерватории Юрий Ефимович Гуревич. В наш век различных композиторских течений Ефрема Юрьевич каким-то невероятным образом умудряется компоновать звуки так, что на свет появляются удивительные интонации, которые проникают в самое сердце и в самую душу. И благодаря этим интонациям его творчество завоевало огромную популярность среди исполнителей практически всех специальностей. На концерте Ефрема Поддайца поймала себя на ощущение, что могу слушать его хоровую музыку, даже не вникая в слова. Какая-то звуковая невесомость, надземность, красота. Звуковая музыка Музыка, подобно облакам, плывет в пространстве зала, не задевая сверкающей роскоши хрустальных люстр, и этот процесс парения бесконечен. Словно автор хочет не словами, а звуками сказать нам, что жизнь прекрасна и бесконечна. В юбилейном фестивале приняли участие около тысячи исполнителей, и обо всех рассказать в одной программе нереально, но про хор Казанской консерватории не сказать не могу. Ректор Казанской консерватории Рубин Абдулин приехал в Нижний Новгород вместе с хором после успешного завершения гастролей по Европе. И вот, что он сказал. Для нас сюда приехать не менее ответственно, чем Германия и Италия. Такую панораму хорового ландшафта Российской Федерации я, пожалуй, впервые встречаю. Руководитель хора Владислав Лукьянов был лично знаком с маэстро Севухиным. Севухин был и музыкант, у него была отличная рука. Когда он иногда приезжал принимать государственный экзамен в Казанской консерватории, Казачков просил его подирижировать. Своими ручищами он вытаскивал такую звучность. Я просто счастлив приехать именно на его фестиваль. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя! Вслед за фестивалем имени Льва Севухина в Нижегородской консерватории начался всероссийский конкурс исполнителей на духовых инструментах имени Аркадия Нестерова. Говорит ректор Нижегородской консерватории Юрий Ефимович Гуревич. Это были величайшие музыканты. Круг их интересов был невероятно велик. Это музыканты, которые изучили прекрасно практически всю музыкантскую среду. Они ее знали от и до. Очень радует то, что Нижний Новгород помнит этих людей. И та молодежь, которая приходит на концерты, а они, по-моему, ходят на все концерты без исключения. Молодежь узнает не просто имена, она видит преемственность в творчестве современных исполнителей, того, что вкладывали в души, в умы своих студентов эти великие артисты. Благодаря этим музыкантам в нашей консерватории сложились особые традиции, которые у нас постоянно поддерживаются, и они развиваются новыми поколениями нашими. Пожалуй, это самая основная причина такого интереса молодежи. Зато они видят и себя в этом будущем, то есть себя продолжателями этих же традиций. Совершенно верно. И вот самый волнующий момент фестиваля. Исполнители в последний раз встречаются на его орбите. Вот-вот прозвучит завершающий торжественный аккорд этого хорового форума, когда сводный хор под управлением Эдуарда Фертельмейстера исполнит по традиции сочинение Льва Севухина. Спасибо организаторам, музыкантам, певцам, дирижерам и композиторам, которые приняли участие в этом празднике. Спасибо за память о замечательном музыканте и подвижнике Льве Константиновиче Севухине, чья музыка продолжает жить и вдохновлять. ПЕСНЯ 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 Продолжение следует...